Здравствуйте, Антон. Большое спасибо за приглашение. Здравствуйте, Мария. Добро пожаловать в Одинцовский музей. Место, где вам всегда рады. Одинцовский историко-крывический музей принимает посетителей каждый день с перерывом на субботу и понедельник. Постройка 19-го столетия, дом купца и мецената Василия Якунчикова, с 1989 года хранитель русской старины и музейных экспозиций в самой разной направленности. На входе портрет основателя музея Александра Андреевича Пузатикова, который вместе с группой единомышленников в 70-е годы активно изучал историю здешних мест. Личные вещи, фотографии, самописные здания по истории земли Одинцовской. На стене карта, калька с архивного документа 1922 года. Александр Андреевич был ветераном, он участвовал в Великой Отечественной войне. Его супруга, это его боевая подруга, они познакомились на фронте. Здесь вот, так сказать, его работы, фотографии, связанные с его жизнью и какие-то личные вещи, которыми он пользовался. Александр Андреевич и его единомышленники по крупицам собирали все, что относилось к истории Одинцовского района. Составляли династические таблицы, ходили в экспедиции и в буквальном смысле рыли землю. Старая такая фейковая история связана с тем, что в одном из глинных карьеров Одинцова, значит, обнаружили странный камень по форме, напоминающий окаменевший мозг. Камнем заинтересовались корееведы, передали ученым. И сейчас эти, в кавычках, окаменелые мозги, они хранятся в музее истории города Москвы. То есть, в итоге они там оказались. Сделали спил, поглядели на спил, и, конечно же, это оказалась просто кремниевая конкреция печетливой формы в итоге. Но на первых парах активисты, краеведы и даже некоторые ученые сочли, что действительно была сделана эксклюзивная и уникальная находка. Большая работа велась по сбору материалов защитников Москвы во время Великой Отечественной войны. В залах музея несколько картин военной тематики «Кисти краеведа Пузатикова» и экспозиция, посвященная одной из самых кровавых страниц в истории нашей страны. Конечно, музейные залы сложно представить без известных одинцовцев. Один из них – Иван Иванович Дубасов, знаменитый художник Госзнака, автор герба СССР, «Наш земляк», которого называли первым в Советском Союзе миллионером. В музее хранятся десятки оригиналов работы автора, которые периодически выставляются для посетителей. Жил в Одинцово, буквально на соседней улице, и про него обычно говорят, что это первый советский миллионер. Дело в том, что Иван Иванович получил премию правительственную заряд своих работ, и она была миллион рублей. Одинцовская природа, народные промыслы в Одинцовском краеведческом музее всегда есть на что посмотреть. На первом этаже – зал для любителей техники, старинные фотоаппараты, печатные машинки, советская кинокамера, фильмопроектор. А в одном из лестничных пролетов – портрет купца Якунчикова, художника Анны Леон. Он смотрит на нас так легко и свободно, как будто приглашает в свой дом, ставший важным музейным местом в районе. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.